Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии, на брифинге в прямом эфире через перископ, где мы традиционно с вами для того, чтобы разобрать все основные события прошлого дня, оценить реакцию финансовых инструментов и поговорить о тех грядущих потенциальных, скажем, двигателях для финансовых активов, которые у нас на повестке текущего торгового дня. Сразу хочу отметить, наконец-таки дождались мы четверга, сегодня у нас заседание Европейского центрального банка, процентные ставки и, безусловно, пресс-конференция председателя ЕЦБ Драги по перспективам денежно-кредитной политики. То есть основная тематика, что будет с программой количественного смягчения, что будет с процентными ставками, насколько он сейчас оценивает состояние экономики валютного блока, еврозоны, насколько темпы экономического роста соответствуют заявленным и обозначенным ранее целям. Есть ли какие-то угрозы, риски и как ЕЦБ с учетом его проактивной позиции будет с этим, собственно, бороться, если эти проблемы есть и как их будет преодолевать и, собственно, чему нам стоит стремиться дальше. Все эти комментарии традиционно оказывают самое прямое влияние на курс европейской валюты, поэтому мы сегодня как минимум готовимся к серьезной волатильности, практически не сомневаясь, что прежде чем рынок определится с направлением, ближе уже к концу торговой сессии, нас ожидают разонаправленные торги, поэтому для тех, кто, скажем, на опыте торгует уже серьезными событиями, значит, что в такие моменты меньше всего, что нужно делать, это злоупотреблять с загрузкой депозитов и выставлять все большие по объему позиций, потому что даже незначительные, но тоже в относительных, конечно же, мерах движения могут привести к тому, что ваш ход будет неудачным и, собственно, вам не удастся заработать на тех движениях, которые нас ожидают по факту ЕЦБ. Ну, а евро мы, безусловно, поговорим, давайте коснемся наших традиционных инструментов, которые мы обычно разбираем, это нефтянка, которая сейчас торгуется на уровне 73,64, то есть нефть настойчиво, уперто карабкается в район прежних максимумов, больше, чем за три года, они находятся уже выше 74 долларов за баррель, и, судя по тому, что медведям пока не удается полностью, всецело перехватить инициативу, остается лишь признать то, что на настроении трейдеров в большей степени оказывают прежние факторы, это рост напряженности на Ближнем Востоке, мы обсуждали с вами ситуацию вокруг Саудовской Аравии и Йемена. Ну, и еще более актуальная тема, это потенциал введения санкций против Ирана. Да, я признаю, что буквально во вторник мы с вами были полны оптимизма того, что это ралли должно быть приостановлено, потому что, ссылаясь опять же на эту тему потенциальных санкций в адрес Ирана, у нас были оптимистичные комментарии со стороны самого Трампа, который после встречи с президентом Франции Манелем Макроном обозначил позицию, что США крайне заинтересованы, потому что эта сделка, ядерное соглашение было определено. И фактически я пообещал, что все разногласия, которые сейчас имеют место быть, будут определены. Но все равно трейдеры понимают, что есть и альтернативный сценарий. И, к сожалению, говоря о Трампе, его импульсивности, таких же импульсивных решений, решения могут быть совершенно другие. И несмотря на то, что мы с вами настраиваемся на одно, все-таки до 12 мая штаты могут вынести фактически вердикт для коротких позиций по нефти, если примут решение не продлевать соглашение и наложить новые санкции, хотя, скажем так, старые новые санкции на Иран, что будет чревато ограничением предложения на глобальном рынке, потому что Иран один из заключенных производителей нефти, один из основных поставщиков. И потенциалом нехватки он может превысить даже 1 миллион баррелей. Конечно же, это, безусловно, много. Также хочу отметить, друзья, то, что вчера медведи также не остались без поддержки. Это правительственный отчет по запасам. В этот раз статистика полностью благоволила продажам, но пока эти продажи мы не наблюдаем. Что у нас по статистике? Это запасы выросли нефти, запасы бензина тоже выросли, что указывает на снижение спроса на топливо. Производство нефти достигло нового исторического максимума в 10,6 плюс 46 тысяч баррелей в сутки и абсолютный максимум рекорд по показателям экспорта. Сейчас поставки экспорта из США составляют 2,2 миллиона баррелей в сутки. И экспорт увеличился за прошлую неделю, поэтому мы можем сказать, что за прошлую неделю позиции представителей ОПЕК на глобальном рынке поставок углеводородов стали еще более шаткими. За прошлую неделю США покрыли большую долю, которая раньше принадлежала странам ОПЕК. Вот почему, друзья, я рекомендую вам все-таки принять к сведению, иметь в виду, что есть на рынке сейчас потенциальный серьезный негативный фактор, который может с учетом исторической рекордной длинной позиции по нефти, накопленной хедж-фондом, стать причиной настоящей колоссальных распродаж, панических, собственно, сбросов нефтянки, позиций и, безусловно, той коллекционной динамики, которой такой фундамент может привести. И достаточно лишь... Не нужно принимать решение о выходе, к примеру, с соглашением отдельными странами ОПЕК, я имею в виду соглашение по энергетическому факту, достаточно обозначить позицию, что не, скажем, эти регионы, которые могут высказать такую позицию, против того, чтобы энергетический факт был продлен за 2018 год. И распродажи, соответственно, дадут о себе точно знать. Против нефтянки может выступить еще и доллар, который у нас сохраняет тенденцию роста, поэтому на доллар я тоже возлагаю большие надежды, не только потому, что жду отработку с большим потенциалом длинной позиции по доллару, но и еще и на то, что это еще не фактор коррекции для котировок нефти. Текущее значение крайне рискованное для трейдинга, потому что рынок находится на экстремальных уровнях, то есть эти уровни не предполагают, что движения будут последовательными, монотонными, постепенными. Нет, текущее значение указывает на то, что рынок либо сильно вдохновится чем-то, либо, соответственно, будет крайне разочарован. И оба этих проявления спровоцируют мощную динамику, либо, соответственно, рост выше 75, либо та коррекция, которая в качестве, скажем, основного трейда остается в приоритете. До 12 мая, друзья, есть еще период времени. Допускаю, что на ожидании интерес нефтянки может еще сохраниться, но в то же время я хочу, чтобы сейчас вы были крайне бдительны тому, что на рынке происходит. Может быть, и были более вовлечены в новостной фонд по нефтянке, и, соответственно, были готовыми при необходимости вовремя открыть короткую позицию. Я лично нахожусь в продажах и не верю в то, что цены смогут еще долго расти на том фундаменте, с которым мы работаем. 62,43 – это курс российской валюты против доллара. Ждали, что снижение нефти в ходе торговой сессии вторника окажет соответствующее давление на рубль. Собственно, как только открылись торги вчера на валютной бирже России, рубль сразу же просел. Я думаю, что вряд ли сегодня мы будем работать с котировками ниже 62. То есть рубль постепенно карабкается вверх, точнее, его валютные конкуренты против него. И я полагаю, как и раньше, мы можем ориентироваться на показатели, точнее, на котировки и уровень 65 рублей за доллар. Доллар японская иена, а сейчас актуальный курс 9,33. До 110, согласитесь, остается совсем немного. У нас по-прежнему достаточно поводов, чтобы не разворачиваться по доллару, чтобы верить в его дальнейший рост. Потому что американская валюта обирается на то, что происходит на американском казначейском рынке долга, то есть с казначейскими облигациями. Кто-то следит за 10-летними бумагами, кто-то делает акцент на бумаге о более коротких периодах погашения. В любом случае, рекордные практически показатели. Ну, если уж не исторические, то, по крайней мере, рекорды двухлетки, там, по-моему, на максимуме за последние 10 лет сейчас торгуются. Что касается десятилеток, то это максимум с 2014 года. Мы и сейчас держимся по доходности этих облигаций выше 3%. Напоминаю, что рост трежерис – это явное свидетельство роста и увеличения инфляционных ожиданий, которые влияют на позицию ФРС по процентным ставкам. И если мы сейчас не… Давайте называть вещи своими именами. Вот уже четверг, и мы с вами не обращались, скажем, к новостному фону геополитического, скажем, характера. Ну, то есть это отношение США с Китаем, отношение США с Россией, ситуация в Сирии. Этих тем мы более не касались, и где-то там в прошлом осталась и Северная Корея. То есть у нас нет сейчас причин ставить на более высокие показатели спроса на защитные инструменты. Вот почему доллар себя чувствует неплохо, я бы даже сказал очень хорошо, доллар восстанавливает свои позиции. И если доходности американских облигаций смогут продолжить вот этот тренд роста, удержаться в десятилетке выше 10%, мы с вами заверемся выше 110 иен против доллара. До конца этой недели у нас еще несколько важных отчетов. Сегодня мы с вами анализируем заявки на пособие по безработице, заказан товар длительного пользования. А завтра темп экономического роста, индекс расходов на личное потребление. Крутая статистика, целый блок, который даст нам обновленные данные о состоянии ряда стекторов американской экономики. И я не сомневаюсь в том, что снова будет позитив, снова будет прогресс, снова будут сильные данные. Не сомневаюсь в том, что доходности еще больше вырастут. И на рынке все, скажем, с большей уверенности будут звучать разговоры о том, что ФРС трижды поднимет ставки до конца этого года. Пользуйтесь возможностью текущего ралли. Не нужно мудрить, пока фон не изменится в плане геополитики, пока Трамп снова не выкинет номер какой-нибудь, нужно покупать доллар. И ждать доллар японской иены там уже выше 110 уж точно. Евро против доллара. Ждем заседания Европейского центрального банка. Уже очень много было сказано по поводу того, на что нам стоит рассчитывать, на что нам стоит ориентироваться. Сначала в 14.45 процентные ставки, они не изменятся. И вряд ли какие-то мощные движения пойдут в 14.45 по московскому времени. Больше нас интересует сама пресс-конференция через 45 минут, после этого в 15.30 по московскому времени. И если драги опозначат важность сохранения мягкой политики, а мы понимаем, что сейчас это просто необходимо, потому что за последние 2-3 месяца улучшения в статистике не произошло. Более того, экономическая конъюнтура ухудшилась. Это сказалось на росте и стало причиной, из-за которых даже оптимисты стали с меньшей уверенностью рассуждать о том, что сейчас более чем подходящую цель для того, чтобы ФРС окончательно улучшила с программы количественного смягчения, ну и, соответственно, начать повышать процентные ставки. Я думаю, что даже если сегодня драги будет оптимистичен в плане прогнозов на будущие периоды по экономическому росту, все же ему нужно будет признать, что инфляция по-прежнему далека от цели. Мандатом ЕЦБ оставится не только экономический рост, но и работа и предотвращение, собственно, угрозы снижения индекса потребительских цен. Для того, чтобы это сделать, нужно сохранять мягкую политику, поэтому евро находится в нисходящем тренде уже какое-то время. Сейчас лучше ставить на то, что это снижение продолжится. Против евро действует не только ожидание предстоящей мягкой риторики драги, но и то, что происходит на долговом рынке не только США, но и в контрасте облигаций Германии и казначейских бумаг. То есть явно больше интереса сейчас к американским бумагам, и из-за этого потенциальная потеря, да и даже не потенциальная, а уже сокращение притока капитала тоже будет сказываться на более слабом курсе евро. Друзья, я думаю, что мы можем ориентироваться на поддержку 1.20 и будем надеяться, что сегодня ЕЦБ тоже не, скажем, выкинет какой-нибудь номер, сродни тому, что периодически у нас делает драги, и не приведет к резкому укреплению курса главного валютного риска. Доллар канадец. Вчера у нас было под закрытие дня выступления господина Полоза. В принципе, его позицию и мнение о том, что сейчас происходит с экономикой, о том, что сейчас происходит с процентной ставкой, с рынком недвижимости, с рынком труда и в целом с ориентированием по процентным ставкам, мы уже с вами не раз разбирали. За последние две недели, по-моему, раза два уж точно. Но что интересно было сказано вчера, впервые за долгое время Полоз признал, что очень серьезным риском для канадской экономики сейчас является еще и потеря, падение инвестиций в нефтяной сектор в Канаде. Я напоминаю, что связано с тем, друзья, что нефтяной сектор Канады был практически и остается на 80% зависим от спроса со стороны США, потому что, учитывая географические особенности, основные экспортные поставки идут как раз на территорию штата. И мы сейчас видим следующее, то, что штаты, исходя из своей самодостаточности, исходя из того, что увеличивают и объемы добычи, разумеется, покрывают потребности не только партнеров, с которыми они работают по поставкам нефти, но и уж тем более свои. Поэтому сокращаются закупки у Канады и Канада, для того, чтобы все-таки поддерживать эти поставки на более-менее приемлемом уровне, меняет цены, корректирует, дает большие дисконты, скидки для американских партнеров, потому что, в принципе, у них нет другого выхода. И в связи с этим канадская экономика теряет миллиарды, миллиарды долларов и, в конечном счете, это сказывается на росте экономики, потому что нефтянка для Канады, ну пусть не такой в важности сектор экономики, как, например, для России, но тоже по значению недооценивать его не нужно. По доллару канадцев, друзья, если бы котировки сейчас не откатились наверх, я думаю, что мы бы уже держались по паре USDK выше отметки 1.29, но думаю, что все-таки американские облигации и сам доллар сильнее, чем то, что сейчас происходит на рынке нефти, поэтому я предлагаю вам, как и раньше, ставить на длинные позиции и на то, что мы заберемся выше отметки 1.30. Фунт против доллара снижается вслед за прочими рисковыми инструментами, хотя потери европейской валюты более сейчас интенсивны. Я думаю, что разворот по фунту может случиться уже сегодня-завтра, к примеру, ну лучше, конечно же, сделать ставку на завтра, потому что у нас темп экономического роста, это статистика, которая будет публикована, собственно, в первые половины дня пятницы. Ну и, разумеется, друзья, исходя из прогнозов и исходя из того, что мы, как и раньше, ориентируемся на повышение процентной ставки, нам нужен еще один статистически сильный отчет, который смог бы убедить представителей Банка Англии, большинство голосующих членов в том, что ставку нужно повысить. Это поддержка мощная для британца, но нужно, чтобы он сам почувствовал, что эта поддержка есть. Поэтому я, несмотря на потери, которые несет фунт против доллара, все же с большим энтузиазмом сейчас отношусь к длинным позициям и рекомендую вам также рассматривать, искать точки для покупок, если вы этого еще не сделали. Ну, а те, кто в длинных позициях, нужно ждать, когда пара снова окажется выше отметки 1,40. Только абстралиец чуть-чуть, нам остается до поддержки 0,75. Уверен то, что, возможно, эта цель пойдет даже до конца недели. По новозеландцу тоже исключительно нисходящий тренд. Цель у нас в районе 0,68. Я думаю, что можно даже ориентироваться на показания пониже. Сейчас котировка 0,70 с небольшим. Новозеландский доллар демонстрирует такую же динамику, как и австралиец. У них очень схожая монетарная политика. У них очень схожая зависимость от рисков, связанных с неопределенностью в сфере внешней торговли. У них очень схожая зависимость от состояния китайской экономики. Поэтому, зная, что происходит в Австралии, мы можем смело копировать это и определять тенденции, которые характерны для новозеландского рынка. И курс валют, корреляция их явное тому подтверждение. Ждем ниже, как я уже отметил, цели тоже, друзья, у нас обозначены. Американский фондовый рынок также еще пару слов. Хотел сказать, несмотря на небольшое восстановление, я думаю, что вы согласитесь со мной, что на этом рынке очень много по-прежнему медведей. Они отыгрывают все те риски, которые ранее мы с вами обозначали. Сейчас еще в игру вступают, опять же, негативные последствия для корпоративного сектора из-за роста доходности трежерис. Потому что чем выше доходность американских облигаций, тем выше стоимость заимствования корпоративного сектора. И потенциально тем выше процентные ставки. То есть, также можно еще и говорить про конкуренцию объектов инвестирования. Многие консервативные трейдеры помнят то, что произошло с американским фондовым рынком в феврале. И сейчас видят, что надежные, сверхнадежные бумаги, десятилетки торгуются на показатели в 3%. С большей охотой даже перекладывают деньги в эти инструменты и держатся подальше от риска. Это еще один сигнал, друзья, о том, что потенциал коррекции и снижение ралли того нисходящего, он не исчерпан. Американский фондовый рынок может оказаться гораздо ниже. А под планкой пониже я подземляю цель по S&P 2,5 тысячи пунктов. Вот увереннее, что мы доберемся до этого уровня. Все-таки, согласитесь, немного уже остается до этой планки, учитывая, откуда мы спустились. На этом, друзья, собственно, все. Ждем заседания Европейского центрального банка. И ждем, что Драги будет логичен, будет последовательным в своих комментариях. И, разумеется, поможет нам вместе с прочими медведями все-таки затащить европейскую ольгу против доллара как можно ближе к поддержке 1.20. На этом все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...